Сегодня в актовом зале Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский состоялось оперативное совещание по подведению итогов. В мероприятии приняли участие заместитель начальника штаба МВД по республике Адыге Александр Бударев, председатель совета ветеран в Нурбии Бароков, начальник полиции Михаил Тарановский, личный состав. Началось совещание с приятной новости. Очередные звания получили ряд сотрудников. Приказом МВД Российской Федерации за номером 1559 по личному составу присвоить первое специальное звание младшего лейтенанта полиции Шуровой Зарете Аслановой, инспектору группы по исполнению административного законодательства МОМВД России Кашхабльский. Приказом МВД России за номером 15 внутриполичному составу присвоить первое специальное звание лейтенант полиции старшему сержанту полиции Кемичеву Амиру Аскарбевичу, инспектору по право-ганде безопасности и дорожного управления, от первого состава присвоить первое специальное звание младшего лейтенанта полиции. Приказом МВД по республике Адыгея за номером 10 веке очевидное специальное звание капитана полиции, старшему лейтенанту полиции Апишеву Аслану Давыдевичу, инспектору по делам несовершеннолетних, отделу участкового управления полиции по делам несовершеннолетних. Далее, согласно повестке дня, с докладом о проделанной работе выступил начальник межмуниципального отдела. Он охватил все сферы деятельности и подчеркнул важность коллективной работы для достижения поставленных задач. Анализируя результаты оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2023 года, можно прийти к выводу, что криминогенная обстановка на территории Кашхабальского и Шовгиновского районов стабильна и находится под контролем правоохранительных органов. За отчетный период 2023 года в межмуниципальном отделе Кашхабальский поступило 3670 заявлений и сообщений о преступлении и об административных правонарушениях, о происшествиях. АППГ 2898, то есть плюс 26,6%. Из указанного числа зарегистрированных сообщений 276 по фактам совершения преступлений, что выше уровня преступности 2023 года на 17%, 17 плюс 9%. Показатель раскрываемости увеличился на 2,3% и составил 85,6%. Число нераскрытых преступлений составило 27, минус 13 за ППГ или 32,5%. Улучшилась раскрываемость преступлений как по линии криминальной полиции на 0,6% до 77,8%, так и по линии дознания на 3,2% 92,9%. Рассматривая структуру преступности на территории обслуживания, необходимо отметить, что за отчетный период произошло снижение регистрации следующего вида преступлений. Преступления в сфере НОН, незаконного оборота наркотиков, с 12 до 4, фактов незаконного оборота оружия, с 5 до 3, краш с 73 до 54, в том числе краш по линии следственного подразделения, минус 14, с проникновением 4, краш скота, минус 2. Не зарегистрировано фактов следующих видов преступлений. Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, краш и угонов транспортных средств, краш черных металлов и цветных металлов, грабежей и разбой. Оценивая результаты проведенной в 2021 году профилактической работы, следует отметить, что снизилось число преступных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в 56 до 35, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, со 15 до 82, ранее судимыми лицами, с 51 до 44, в составе группы с 13 до 4. В продолжении темы профилактики необходимо отметить рост преступлений, совершенных лиц, состоящих под административным надзором. Оценка работы отделения в целом была дана заместителям начальника штаба МВД по республике Адыгея. Ширно, объемно и доступно для всех довел показатели территориального органа за прошлый год. Несмотря на имеющиеся и положительные тенденции, все они отражены, конечно, в статистических показателях. Отдел работал, это видно. Есть очень хорошие показатели по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений на территории района, которые, конечно же, идут в копилку не только одного территориального органа, но и в целом всего министерства. Но, исходя из имеющихся сведений, оценивающего приказа 1040, конечно же, есть ряд упущений. В ходе совещания была активно обсуждена тема усовершенствования уровня безопасности на дорогах, вопросы, связанные с повышением безопасности и поддержанием общественного порядка и многие другие. В завершении были выработаны конкретные планы действий на основе обсужденных вопросов. Руководители отделов получили задания и рекомендации, которые помогут им в работе и обеспечат более эффективное функционирование всего отдела в целом.